Как будет выглядеть парк 500-летия Чебоксар? Об этом накануне говорили в столичной администрации. Проект вынесли на публичное слушание. Наверное, ни один чебоксарский архитектор фантазировал, как может выглядеть парк 500-летия Чебоксар. Городские зодчие проектировали, горожане ждали, парк продолжал порастать бурьяном. Однако в 2013 году общественности представили проект этнокомплекса Амазония, который не только получил финансирование по федеральной целевой программе развития внутреннего туризма, но и обрел крупного инвестора. В рамках проекта уже появилась лестница влюбленных и пруд, однако большая часть пока остается на бумаге. С 2013 года проект потерпел некоторые изменения, так что снова потребовалось проводить публичное слушание. С момента прохождения первого публичного слушания территория уменьшилась с 72,1 гектаров до 65 гектаров, поменялись границы, площадь. Соответственно, мы вынуждены были снова разработать генеральный план, внести все изменения, которые потребовали вот эти действия. По сути своей, туристские объекты, все, какие мы намеревались построить, они сохранились в полном объеме, ничто не изменилось ни по техническим показателям, ни по содержанию, ни по сути, ни по концепции. Единственное, они поменяли и место расположения. Запланированные туристические объекты – это спортивные площадки, город аттракционов, ресторан, гостиничный комплекс, музей, торгово-развлекательный центр, такой желанный аквапарк и даже океанариум. Океанариум разработан, океанариум будет. Нам много задают вопросов на самом ли деле. На самом деле все, оно планируется, и инвестор от своих обещаний и слов, по крайней мере, за последние три года не отказывался, не отказывается. И я уверена, что все, что мы запроектировали еще в 2013 году, оно все встанет в реальной жизни. Впрочем, столичные архитекторы обнаружили, от перемены мест слагаемых объектов сумма изменилась. Этнокультурных объектов стало меньше, торгово-развлекательных – больше. Отсутствует, как говорили, этнодеревня. В позиции деревни была позиция 13. И отсутствует этнографический комплекс, который нам планировали и обещали. Позиция 3. Это вот довольно-таки большие, существенные объекты. Вместо них альтернативой предлагается позиция 12. Маленький пупырышек, который здесь нам красиво нарисовали в виде тухи. И назвали вот как бы альтернативное такое использование. Раньше оно у нас называлось, вот в этом проекте, то же самое было нарисовано. Она всего называлась «Входная зона в этнографический центр». И сегодня это переименовывается в комплекс «Тухья» и говорится, что вот-вот все мы то, что практически планируем, и все это будет сделано. Правление Союза архитекторов предложило отклонить данный проект и вынести его на градосовет. Данное предложение сопровождалось аплодисментами. Впрочем, аплодировали и другой точки зрения. Директор управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов выступил как горожанин, который жил напротив парка много лет. У меня есть ребенок, с которым я не мог там гулять. Я боялся его одного туда отпускать. Да и сам, честно говоря, иногда вечерами боялся там ходить. Может быть, там было много всяких проработок этого всего, но на сегодняшний момент то, что сделано там и то, что планируется там сделать, меня как горожанин устраивает. Да, можно говорить о деталях каких-то там, может быть, чего-то там не хватает, может быть, не хватает там этноса. Не буду здесь дискутировать, здесь мне тяжело на этот счет говорить. Но я хочу сказать, что я хочу, чтобы все-таки при моей жизни в этом парке был порядок, а не при моих детях там или при моих внуках. Как горожанин я бы хотел, чтобы этот парк был, чтобы он был в ближайшее время. И предлагаю все-таки поддержать этот проект. Все мнения высказаны. Решение за руководством города.